всех приветствую продолжаем рассматривать работу художников описание этих работ о книге великий музей мир жан-антуан вата песня любви около 1718 года холст масла 50 на 59 жан-антуан вата французский живописица и рисовальщик основоположник и крупнейший мастер стиле рококо с 1712 года вата стал вхож в академии живописи вояне основной в париже 1648 году но еще долгое время не состоял парадоксальная ситуация была в том что его картины не вписывались ни в какие академические жанры художнику пришлось представить еще ряд полотен пока за паломничество на остров кеферу он наконец 1717 году не был избран полноправным член академии круг образов который занимал вата был уже необычайно популярен в парижском высшем свете и владел творческими умами нет почти никакой разницы между например сюжетами картин автора и название клавесинных пьес франсуа куперена основным жанром творчества живописца являлись галантные празднества аристократическое общество расположившиеся на лоне природы занятые беседы танцами музицирование и флиртом картина песни о любви одна из негравированных ли бас выключенном публикацию произведения вату который друг художника жан де жульен издал в 1736 году не работа была названа гамма любви и стал очень популярна марсель прусс так охарактеризовал вату и любовь и удовольствие на его полотнах полной грусти он первым изобразил современную любовь имеется ввиду любовь в которой беседа вкусы разного рода жизненным удовольствием прогулки печаль такой воспринимается переходящий характеры праздника и природных явлений и времени занимает больше места чем сами любовные утехи то есть что он изобразил любовь как нечто недостижимое прекрасном убранстве вот такое описание по книге великие музеи мира к работе жан-антуан вата песни любви около 1718 года пока пока до свидания великие музеи